МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации Толерадоя компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите ухэтым выпуску. Не заставаться обыяковыми до проблем людей. Сегодня у Петриковя наместник премьер-министра Республики Беларусь Владимир Дворник провел особистый прием грамадян. Удвоя больш нафта и беларусы нарастили с добычу черного золота у Эквадоры. Летом на корысть у Гомельской области подрихтовали программу занятостей детей, якая будет действовать под час каникул. Великий хандбол Гомель рихтуется принимать решающие поединки, розыгрышу Кубка Беларуси. А зараза мхэтым иншим больше подрабязна. Александр Лукашенко сёння провел на Раду с экономичным блоком у Рада. Такие встречи традиционные и потребные для того, как оперативно обмерковывать актуальные питания. Первый квартал пройденный, уже зрозумело, как стартовал для нас 2019-й. Есть необходимость диагностовать стан и проблемы экономики на ранней стадии, как свочасово ликвидовать их, не чекающих конца года. Среди питаний, у которых обмерковываются, несколько ключевых акцентов. Динамика роста внутреннего волового продукта с выходом на прогнозные показчики по выниках 12 месяцев. Другий важный блок – экспорт и поступление валютной выручки Украину. От этого напрямую залежит ритмичная праца экономики и добробыт беларусов. Говорка ишла об диверсификации гандлю и супрацовнестве с нашими основными партнерами. Президент звернул увагу Рада на недопущальность затягивания рашенев по самых острых пытаньях. Хотелось бы услышать от премьер-министра и вице-премьеру, какова ситуация у нас с экспортом. Ну, естественно, наиважнейший вопрос – валовый внутренний продукт. Какое у нас движение в этом направлении. Официальную статистику я знаю, на что мы в результате такой динамики выйдем на конец года, с какими показателями. Но экспорт меня волнует больше всего, потому что это валюта, это поступление валюты в страну, без которой нам весьма сложно существовать, да и экономики развиваться также. Другой блок вопросов, связанный с экспортом, как обстоят дела в торговле и в экономике с Российской Федерацией и Европейским Союзом. Два основных наших партнера, даже Европейский Союз по экспорту сейчас опережает Российскую Федерацию, но мы договаривались, формула у нас четкая и понятная – 30-30-30. Европейский Союз Россия по 30% и страны дальней дуги – 30%. Тогда экспорт можно считать диверсифицированным. Еще раз подчеркиваю, каковы проблемы в торгово-экономических отношениях с Российской Федерацией, возможно, есть какие-то другие вопросы и с Европейским Союзом. Ну и текущие вопросы, нашумевшая проблема ядовитой этой нефти, какова сейчас ситуация у нас в этом плане. Я прочитал доклад и вернул его премьер-министру. Вы мне больше не пишите эти доклады, вы просто теряете время. Мне эти опусы ни к чему, надо две строчки. Чего вы добились положительного за последнее время? Зачем вы мне описываете весь свой героизм, с кем вы там встречались, с кем разговаривали, что обсуждали, как обсуждали? Мне нужен результат. По выниках четырех месяцев рост экономики склау 1,4%. Это отвечает шаканнему Рада. Каждый месяц до даем, по поугодзе планует выйти на личбу росту у 1,8%. В Аураде подчули и уличать крытыку керавника державы с нагоды низких темпов экспорта. Не глядячи на то, что саль до левшему минулым годе разом с державными органами придется принять дадатковые меры. Что до ситуации вокруг поставок так званой брудной нафты из России, то гэтае пытань не будзе у леку тих, які плануются обмерковать на сустрече белорусского премьера с керавником российского Аурада Дмитрием Медведевым. Яна запланована на будущую пятницу. Практически согласована дорожная карта с Российской Федерацией и некоторые пункты ее уже выполняются обеими сторонами, несмотря на то, что она еще не формализована. В этой дорожной карте весь перечень мер, которые позволят, во-первых, освободить транзит, решить вопрос откачки из труб этой некондиционной нефти для того, чтобы возобновился транзит в сторону Западной Европы. И, конечно, второй блок вопросов – это компенсация Республики Беларусь в связи с потерями, принесенные в результате этого инцидента. Цифры сегодня, наверное, рано говорить о каких-то конкретных цифрах, потому что весь ущерб еще не обсчитан белорусской стороной. Это длительный процесс, и мы рассчитываем, что для окончательного определения ущерба необходим будет еще один месяц. Будет протягиваться праца и над тем, как поставки белорусской агропродукции на союзный с Россией рынок и шли в спокойном режиме. Пакуль есть питание. Под полной об участковой забороной харчовая продукция с шастидесятков наших предприемствов. Аргумент из России гучать не переканавча. Эксперты бачать у дискриминации недобросумленную конкуренцию и лоббизм уластных вытворцев на супероксоюзным обовязательствам. При этом в Аураде отзначили, что вся вырабляемая у Беларуси сельско-господарчая продукция продается на внутреннем або на внешних рынках. У двоя больш нафты белорусы нарастили с добычей черного золота у Эквадоры. На працовный режим вышла 10-я сведровина, пробуранная специалистами белорус-нафты в латиноамериканской краине. Радовище Армадзильо – это новый объект. Минавито тут пробурыли 10-ю сведровину и вывели я ее на эффективную працу. У сего селета эксплуатационный фонд побудованных пляцовок пополнился четырьмась сведровинами. Их вывод на працовный режим дозволил белорусам здобывать на территории Эквадора 500 тонн нафты в сутки. Для правонания на проконце минулого года эта лишба складала 270 тонн. Повеличить показчику двоя отрымалась за кошт пленной працы коллективу геологов, сейсморазведчиков и инженеров белорус-нафты, которые працуют у Эквадоры. Контракт запланирован на 15 лет в Эквадоре и это вот второй год, когда мы достаточно активно занимаемся этим месторождением, это месторождение Армадиля, блок 55. На этот год у нас запланированы основные мероприятия, то есть мы кроме четырех скважин, которые уже пробурили в этом году, пробурим еще две и закончим строительство объектов инфраструктуры, это станции подготовки воды, подготовки нефти. На этом будет завершена программа обовязковых мероприемствов на родовище Армадильо. За тем чекаются поширы, недалейшая распроцовка нафтовых мест ценароджения у Эквадоры, однако планы гэта уже на 2020 год. Не заставаться обояковыми до проблем людей. Сегодня у Петрикове намесник премьер-министра Республики Беларуси Владимир Дворник провел особистый прием грамадян. На этот раз у центра уваги были три пытанни. Каб выслухать мясцовых же хоров, спатрэбилася година. Но выражение огученных пытаний под рабой серьезной работы многих ведомствов. Марина Джалая с подробностями. Первыми на прием пришли жихарки в улице Коммунальная. Они живут в 16-квартирном доме, необсталяванном системе оттепления. Користаются пять шима. Зараз возник выбор – газификовать дом альбо электрификовать. Первый способ – больше худки, али все выдатки лягут на плечи жильцов. А это немалые гроши. И не факт, что все жихары дома дадут згоду. Другий шлях – электрификация. Это бесплатно. Все сделают за сроки гумель-энерго, али процесс может занять полный час. На распроцовку и реализацию проекта может потребиться каля пяти месяцев, а то и больше. Такое меркование выказывали специалисты, которые присутствовали на приеме. Владимир Дворник дорушил сустрец с жихарами еще раз. Доведаться, за какой способ яны у коншатковом вынику выкажутся и поскорить работы. Альбо по газификации, альбо по электрификации. В первую очередь, конечно, граждане должны определиться, какой вариант они для себя выбирают. Либо электрификация, которая более безопасна и надежна, так скажем. Либо вопрос газификации, ну, который, с одной стороны, дороже, с другой стороны, все-таки и не так безопасен, потому что это газ, может, ну, всевозможные произойти нюансы, и обслуживание оборудования достаточно, так скажем, сложнее. Наступное питание тычилось о асфальтовании в улице Липкнехта. Ежихарки пришли с такой просьбой, ибо в улице заявляется проезжей. По раннейших заворотах обязали асфальтовать ее только частково. Наместник премьер-министра Владимир Дворник выказался за проведение о належный стан в улице на всей ее протяглости. Обыйдутся работы без ульяко-канализации прикладно у 270 тысяч рублей. И опошнее питание, которое было разъезжено подчас приема об переносе помника Ленину сплошься у парк. Жихар Петрикова Алексей Каюкола, який огуршую такую пропонову, аргументовал ее наступным чином. У парка есть аллея с помниками историчным особом. Там же проводятся все основные культурные мероприемства. И дополнить композицию фигурой проведера пролетариату по меркованию ауторазвороту было б вельми органично. Дед Талаш это легенда нашего района и аллея славы и аллея афганцам памятники все это сказать будет правильнее будет это мнение не только мое это высказывает предковчане с кем приходилось беседовать старшее поколение молодое поколение чтобы было историческая важность было бы в городском парке. После обмеркования было выражено помник покинуть на раннейшем месте было знаемство с городом начинается с его центра обладает что основный символ этого места миновито помник Ленину. Алексей Каюкола с этим сгадился и пытание таким чином было выражено. Марина Джала Игорь Марышенко телерадио компания Гомельс Петрикова. Забеспечение живело гадовли якосными кормами и удостатковой колькости одна из главных задач агропромыслового комплекса. При этом размова и день не только обнарыхтовцы кормов. Наш корреспондент Олег Синцеров наведал одно со старейших предприемств урагиона по вытворчести комбикормов акционерное товарыство Калинкович Хлебопродукт. А прочее для того как обознаемиться с вытворчестью была и еще одна подстава. На минулым тыдне оно отзначило 95-ти годовый юбилей. В середине 20-х годов минулого сагодия часть открытия разностраненных контор не обменяла тенденции Калинковича в 24-м но в скальку а тому для размещения предприемства купила у всего трех дровляных складов. Кольпись божия могла находиться в этих складах сегодня сказать тяжко а лес с участными объемами перепроцовки те запасы поравновать нияк нелька. Во урожайные годы на Калинковиче хлебопродуктах нарыхтовываются до 200 тысяч тонн с божия за кого вырабляется мука для хлебозаводов и комбикорм для живелых годовли. Правда летошний не урожай вымысел унести коррективы высокие для снижения коштов комбикормов и повеличения конкурентноздольности на предприемстве реализовали проект а по яким казали не как и готовым. В этом году мы запустили парогенераторную ее запуск позволил нам удешевить гранулирование комбикормов то есть на порядок дешевле. Раньше мы закупали теплоносители на мясокомбинате то есть сейчас за счет ввода этого проекта у нас станет дешевле гранулирование соответственно дешевле станет комбикорм немножко. Снижение объема зерни поставленных сельхозпредприемств прямую сила комбинат практически полностью отмывется от экспорта муки зараз она поставляется только на айчинные хлебозаводы и у крамы по фиксованных ценах. Правда этот факт ни о кем членом не отбывся на якости вырабляемой продукции. Местовые лаборатории просуя постоянно проверяется все начинающие радиационного контроля кожной парты сыровины якая поставляется в акционерное товариство. Во время заготовки при поступлении зерна на предприятие осуществляется входной контроль. Соответственно если зерно не соответствует показателям на продовольственное зерно оно переводится в фураж то есть поступает на комбикормовые цели. В процессе производства муки осуществляется контроль на протяжении всей выработки. Контроль и отбор проб осуществляется каждые два часа. За 95 годов деятельности Калинковский комбинат хлебопродуктов изменил некий назвал контора паштовая скрыня хлебная база. А для при этом перед предприемцем за счет стояла способности одна задача поставка на рынок продукции высокой якости. На минулом тыне на предприемцы прошел урочистый юбилейный сход. Узгадывали минулые оказали перспективы и исчезающих тяжкостях которые никому не сдаются непереодольными. Олег Сентяров Евген Макеенко телерадиокомпания Гомель Скалинкович У Международный День обороны программа занятости детей «Лето на корысть». Ей распроцовкой займались починаючи с листопада минулого года. В планах охопить у всех школьников региона самыми разными формами занятости на базе шматликих оздоровленных пляцовок. У Центра Уваги была и будет безопасность детей. Этой теме присвятили пресс-конференцию. Минулое лето не обошлось без охвяр. В прошлом году за летний период у нас было совершено 57 преступлений несовершеннолетних с участиями несовершеннолетних. Мы фиксировали также несчастные случаи, но несчастные случаи, которые проходили по сводке Управления внутренних дел. Там, где требовалось помещение детей в больнице, получается, было таких 47 пострадавших. Но и, к сожалению, мы потеряли 6 подростков, 6 человек, которые погибли в летние месяцы. Все лето колькость порушения у неполнолетними правил поводзенного на воде снизилось. Однако, на жаль, это не дозволило побегнуть двух выпадков гибели детей. С початком мая на водоемах регионов замаснили контроль и распроцовали план проведения рейдов как на суше, так и на воде. Держа от инспекции региона с 25 мая начали профилактические мероприемства «Увага, дети». А с початком летних каникул в Украине стартует республиканская акция «Лето без дыма и огню», которую проводит Министерство по надзвычайных ситуациях. На протягу сего лета межведомостные группы будут наведовать пришкольные и загородные лагеры с рейдами и профилактическими мероприемствами. Многие службы плануют запросить и школьников до себя на знаменательные экскурсии. Вакансии по 16 профессиях и больше за 200 запрошенных. В Управлении по занятости и социальной обороны гомельского Харвы-Канкама прошел день предприемства. Мероприемство проводили разом с открытым акционерным товаристом «Гомель-жалезобетон». На сустречу с специалистами отдела кадров предприемства запросили 200 беспрацованных, а в уголе у выход был открыт для кожных, кто шукает працу. Зараз «Гомель-жалезобетон» потребуются работники по 16 профессиях. Среди их слесары-рамонтники, электрогазозварщики, машинисты крана, электромонтёры и иншие. Потенциальные работники обмерковывали пытание працу лоткования и умол праца непосредственно с простовниками наймальника. Такий контакт даёт плён. По выниках попередних от дня предприемства працу нашли 20 человек. Достаточно такая удобная форма как для нанимателя, так и для нас. То есть мы получается определенное количество людей приглашаем, таким образом сокращаем период безработицы у человека. Причем мы же приглашаем не только людей, которые состоят у нас на учёте. Мы освещаем данную информацию во всех средствах массовой информации. Это газета, телевидение и радио, и интернет, и люди, которые получили эту информацию либо приходят сюда напрямую, либо напрямую потом к нанимателю. ГТА так сама иншая новина вы можете найти на нашем сайте у интернету по адресе www.tvergomil.by. На этом выпуск завершен. Я с вами развитываюсь. До новых встреч у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Самодельная лодка и сети длиною в 100 метров на озере Залеское в Чичерском районе сотрудники охраны животного и растительного мира задержали браконьеров. Мужчины выловили 25 килограммов рыбы, чем причинили вред окружающей среде почти на 4 тысячи белорусских рублей. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Против рыбаков возбуждено уголовное дело. Также хотим напомнить, что акция по добровольной сдаче сетей продолжается вплоть до 8 июня. Просим всех желающих обращаться по телефону структурное подразделение государственной инспекции. В Гомеле при переходе улицы на зеленый сигнал светофора под колеса легкового автомобиля попала женщина. На нее наехал Ситроен. ДТП произошло на улице Советской в период наибольшей интенсивности движения. Примечательно, что и пешеход, и водитель двигались на разрешающий сигнал светофора. Владелец иномарки выезжал со стороны улицы Пушкина на улицу Советскую и не предоставил потерпевшей права на преимущество в движении. Он должен был уступить дорогу, а вместо этого совершил наезд. Машиной управлял 20-летний гомельчанин. Он не был пьян, с правами у него все в порядке, однако отсутствовал тихосмотр на автомобиль. Пострадавшая находится в травматологии. Пешеходы имеют преимущественное передвижение по пешеходным переходам. То есть при подъезде к пешеходному переходу водитель обязан пропустить пешеходов. Если это регулируем пешеходный переход, то пешеходы переходят на зеленый слайд светофора, при этом водители уступают им дорогу. А это Жлобинский район. В Кювете три дня пролежала фура. Как рассказали в ГАИ, водитель потерял управление, съехал с трассы и опрокинул прицеп машины. Но не пострадал. Фура перевозила дорогостоящий товар и только на третьи сутки его перегрузили в другое авто. Купальный сезон не за горами и хорошая погода уже собирает гамильчан. На пляжах правоохранители начали регистрировать в таких местах случаи распития спиртных напитков и призывают граждан воздержаться от правонарушений. Анализ произошедших несчастных случаев вблизи реки водоемов показывает, что подавляющее большинство утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения и, как следствие, не отдавали отчета своим действиям, не могли реально оценить опасность и рассчитать свои силы в критической ситуации. Необходимо напомнить, что распитие алкогольных напитков либо появление в общественном месте в пьяном виде, в том числе и в местах отдыха водоемов, является нарушением, как и купальню в запрещенных местах. Купание разрешено только в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах. Таков обзор происшествий. К этому часу оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамуля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомель примет финал четырех розыгрыша Кубка Беларуси по гандболу среди женских команд. Завтра состоятся полуфиналы. В 18.00 на парке Дворца игровых видов спорта выйдут Берестия и действующий обладатель трофея БНТУ БелАЗ. Чемпионки страны гандболистки Гомеля за путевку в главный матч турнира поспорят с Городничанкой. Эта игра начнется в 20.00. 23 мая пройдут финалы матч за третье место. Завтра состоятся решающие матчи четвертьфиналов чемпионата Беларуси по мини-футболу. До третьих поединков дело дошло только в двух сериях из четырех. БЧ и Столица выбили из борьбы Лицельмаш и Дорожник соответственно. ВРЗ и охрана Динамо а также Виттен и Борисов 900 проведут еще по одному матчу. Все точки над И в своем четвертьфинальном противостоянии ВРЗ и охрана Динамо расставят в Гомеле. Матч пройдет на паркете спорткомплекса Локомотив начало в 17.00. Виттен и Борисов 900 сыграют решающий матч на территории энергетиков. Поединок в Орше стартует в 18.00. В Минске состоялся Кубок Беларуси по конкуру. Удачно выступила на турнире гомельчанка Мария Муравьева. Воспитанница областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорт выиграла две серебряные и одну бронзовую награду. Параллельно в Гомеле проходила республиканская матчевая встреча по выездке среди юношей и девушек 2003 года рождения и моложе. В личном зачете у гомельских всадников два призовых места. Первой стала Виктория Пильник. Полина Косенко показала второй результат. В командных состязаниях воспитанницы областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта заняли первое место. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.